МА-МА-УМ МА-МА-УМ Мы поехали к аллергологу, тоже ничего нам не сказали, капали в глазки, они не проходили. Потом у нее появилась дышка, появилась слабость, она больше стала спать, лежать, перестала играть. Полутора годовалого ребенка госпитализировали в краевую инфекционную больницу, но через некоторое время поняли, Алина не их пациент. И уже в состоянии диабетической комы ее срочно перевезли в реанимацию. На тот момент показатель сахара в крови составлял уже 30, в то время как норма всего 5. Из состояния комы девочка вышла только через три дня. Когда только с комы вышли, она говорит, мама, я, конечно, боялась, думаю, как она будет, ну, говорить там это, потому что все-таки кома была. И она попросила кушать. В эти дни родители не находили себе места. Такого диагноза в семье ни у кого не было. Но главное, что всегда рядом была мама, которая ни на минуту не отходила от дочери и верила, совсем скоро малышка придет в себя. Ну, нам нельзя быть по отдельности, потому что нужно постоянно смотреть, чтобы вот какие сахара там. Да и она уже привыкла за столько лет, чтобы всегда мы были вместе. А сейчас, когда состояние дочери нормализовалось, Алина и сама с удовольствием помогает маме. Сегодня они лучшие подружки. Ну, я ей помогаю там убираться всегда. Посуду мыть. Угу. Посуду мыть. Лесосить. Мама с дочкой не расстаются ни на час. Вместе ходят и в садик. Алина занимается всего по два часа. А мама сидит рядом, всегда готовая сделать укол. Уколы уже тоже привыкла, поэтому для нее уж это, как говорится, теперь это жизнь наша такая вот. Но распорядок, которым сейчас живет девочка, кардинально отличается от того, что будет в школе, когда сделать уколы будет гораздо сложнее. Поэтому врачи посоветовали купить инсулиновую помпу для контроля сахара. Но вместе с расходными материалами устройство стоит 208 тысяч рублей. У семьи таких денег нет. Мать вынуждена круглосуточно ухаживать за Алиной, а отец перебивается с сезонными заработками. Иной работы для него в селе нет. Течение заболеваний у Алины тяжелое, с высокой потребностью в инсулине. Девочку необходимо перевести на помповую инсулинотерапию. Это позволит избежать развития осложнений и улучшить качество жизни ребенка. Рассказала детский эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний Наталья Павина. С просьбой помочь родители обратились в РУСФОНД. На момент выхода этого сюжета сумма, собранная для Алины, не покрывала и 10% от необходимой. Поэтому мы снова обращаемся к зрителям Восьмого канала, которые уже не раз выручали детей с серьезными заболеваниями. Так, буквально за несколько дней с вашей помощью удалось собрать средства на современный слуховой аппарат для воспитанницы школы-интерната для детей с нарушением слуха Кати Тоскаевой. Совсем скоро девочка услышит голос своего родного брата и приемной матери. Помочь Алине также просто. Достаточно отправить СМС-сообщение на короткий номер 5542 со словом «Дети». И тогда шестилетняя Алина забудет об уколах, которые приходится делать каждый день. Ведь они приносят не только неприятные ощущения. Конечно, ножки устают очень. Если вот сахар там бывает падает или что-то, ножки очень устают, слабость появляется. И, естественно, если ножки, чтобы осложнений никаких не было. Алина – девочка активная. Ограничиваться только школой не собирается. Девочка очень пластичная, следит за модой, поэтому в будущем собирается пойти на танцы или в художественную школу. К тому же некоторые сюжеты она отрабатывает с самых ранних лет. Это мама, да? Угу. А это бабочка. К дополнительным нагрузкам творческая девочка абсолютно готова, но всегда нужно следить за самочувствием. И начало школы станет для семьи первым испытанием. Но, как говорит Алина, помощника по учебе она себе уже выбрала. Я его хочу повесить на рюкзак. И с ним в школу ходить? Угу. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.